МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершенном более 20 лет назад, в январе 2003 года. В одной из квартир дома по улице Мира были обнаружены тела хозяйки квартиры и ее дочери со следами удушения. Тогда установить личность преступника по горячим следам не удалось. Однако работа по раскрытию преступлений прошлых лет не прекращалась. И вот спустя 20 лет оперативники совместно со следователями еще раз допросили свидетелей и при очередной проверке данных учетов удалось установить предполагаемого подозреваемого. Мужчину задержали. В ходе следствия стало известно, что в ходе ссоры злоумышленник нанес своим жертвам удары ножом, а потом задушил. В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. В предстоящие дни в Самарской области пройдут масштабные рейдовые мероприятия. С приближением выходных сотрудники госавтоинспекции традиционно переходят на усиленный режим несения службы. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава. Полицейские призывают водителей, склонных к нетрезвым поездкам, серьезно задуматься над ответственностью и последствиями. За управление в нетрезвом виде предусмотрено решение прав на срок до двух лет вместе со штрафом в 30 тысяч рублей. Берегите себя и окружающих от трагических ЧП на дорогах. Строго соблюдайте установленные законом правила дорожного движения, дисциплину и культуру дорожного поведения. Полицейские волонтеры разыскивают Анну Алексеевну Иванову, 94-го года рождения. С 26 июня женщина перестала выходить на связь с родными и близкими. Гражданка нуждается в медицинской помощи. Ее приметы – рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные и короткие, глаза карие, была одета в оранжевую-голубую полоску кофту, синие джинсы, серебристо-розовые кроссовки. Просьба ко всем, кто располагает какими-либо данными о разыскиваемой, сообщить любую информацию по единому номеру 112. Если вы стали свидетелем несчастного случая и на ваших глазах у человека кровотечение сильное, нужно оказать первую помощь. Вместо раны необходимо прижать материи, которая найдется под рукой, желательно чистая. Попросим человека плотно прижать место раны. Если кровотечение таким способом не останавливается, обильное, необходимо наложить жгут. В обычных условиях это может быть ремень или что-то длинное, плотное, ни в коем случае не узкий, ни шнурок, ни веревка. Накладываем на верхнюю треть плеча, обязательно подложив что-то. В данном случае человек в одежде. Если одежды нет, значит это необходимо, чтобы была какая-нибудь материя. Жгут берем в обе руки, натягиваем сильно. Первый тур должен быть натянут максимально, чтобы остановилось кровотечение. Последующие туры накладываются поверх, каждый тур на поверх предыдущего. Необходимо оставить записку «Время наложения жгута» и подложить ее под жгут. Время наложения жгута, независимо от времени года, 30 минут. Необходимо проверить эффективность наложения жгута. Что мы наблюдаем? Во-первых, кровотечение уменьшилось. Кожный покров конечности побледнел. Также необходимо проверить пульсацию. Пульсация отсутствует. В данном случае мы наложили жгут на верхнюю конечность, верхнюю треть плеча. Если кровотечение наблюдается на нижних конечностях, по такому же принципу накладывается жгут верхней трети бедра, как можно выше от места повреждения. Редактор субтитров А.Семкин